Елена Рябова после окончания университета устроилась работать на предприятие. Десять лет посвятила финансовому менеджменту. После выхода в декрет поняла, что возвращаться на прежнее место работы не хочет. Но на тот момент у девушки не было четкого понимания, в какой сфере ей бы хотелось дальше строить карьеру. На помощь пришло обучение онлайн. У меня не было представления, какая бы сфера была мне интересна и полезна для развития. Я начала пробовать. Я сосредоточилась, главным образом, на бесплатных онлайн-курсах. Они есть на многих платформах. Что интересно, на разных обучающих платформах они разные. И человек, если он ищет себя, он может попробовать немного в разных совсем сферах. За время декрета Елена прошла базовый курс по психологии, освоила азы дизайна, научилась рисовать интерьерные картины, погрузилась в сферу IT. В итоге Елена приняла решение искать работу по новому профилю, без опыта и специального образования. Но после прохождения нескольких углубленных онлайн-курсов. Именно в IT-направлении она увидела для себя перспективы. Я открыла для себя, что многие IT-компании устраивают обучение от себя. Таким образом, они фильтруют поток кандидатов и смотрят на них в деле. И уже если человек проходит обучение успешно, они предлагают ему работу. Вот это как раз и был мой путь. Я прошла обучение от компании, и по итогам меня пригласили на работу. По статистике, 69% россиян регулярно находятся в поиске новой работы. Высокая конкуренция на рынке труда приводит к необходимости постоянно учиться и развиваться. Сегодня получить знания можно, не отрываясь от повседневных дел. Онлайн-обучение экономит время, открывает больше возможностей, и с развитием эры интернета становится доступным абсолютному большинству людей. Программы онлайн-курсов гибче университетских. Они быстрее подстраиваются по требованию времени. Именно поэтому обучение онлайн – хорошая возможность повысить свою квалификацию или обучиться новой специальности с нуля. По данным кадровых агентств, 60% наймодателей готовы рассмотреть трудоустройство кандидата без опыта работы и без специфического высшего образования после прохождения курсов, при условии, если кандидат сможет выполнить тестовое задание и хорошо проявит себя на собеседовании. В то же время для 40% работодателей опыт работы и уже имеющиеся навыки на первом месте. А сертификаты и дипломы, полученные после вуза, скорее бонус в копилку личных качеств кандидата. Когда к нам приходит кандидат, мы смотрим, какое у него первичное образование. Все мы после школы идем, колледж, институт. Что он первичным получил? Если по прошествии времени сотрудник решил поменять что-то, вот сюда пойду, получил вот это образование, а потом еще прошел вот такие курсы, это всегда в бонусе, мы всегда это приветствуем. То есть это еще и для сотрудника, значит, он может переключаться, он работать может в разных направлениях. Эксперты дают несколько практических советов при выборе онлайн-курсов. Лучше всего, если есть обратная связь с преподавателем. Именно в этой части дается наиболее ценная информация. Выбирайте узкую тему, смотрите на аккредитацию обучающей стороны, уточняйте, какой документ выдается по результатам обучения. Если это онлайн-курс, онлайн-школа, например, в другом городе, ну нет вот у нас в городе, а есть в каком-то другом городе, запрашивать, что мне предоставят по окончании курса, какой это сертификат. Должно быть прописано название учреждения, должно быть написано специальности и квалификации, в которой вы прошли там этот курс, сколько вы часов прошли обязательно, по какому направлению. В качестве альтернативы маркетплейсам курсов специалисты призывают обратить внимание на платформы, которые специализируются на какой-то определенной сфере. И, конечно, не забывайте о сарафанном радио. Изучите отзывы, информацию о педагогах, их экспертности, опыте. И дерзайте. Галина Топилина, Константин Головин. События.